Не включил камеру. Всем привет, Фавионыч! Сегодня у нас дождь. Сегодня небольшое, короткое видео. У меня там несколько вопросов поступили. Люди просили про гиперфокал записать. Кто-то спрашивал про подготовку камеры после покупки, касающуюся программного обеспечения. Ну и загрузки через карту памяти. Если кто-то не знает, что вообще обязательно сделать с камерой, когда вы купили. Ну и всяких разных вопросов. Плюс я хотел записать вам очередную, даже не сказку, а быль от Эйнштейна. Мне это было интересно. Актуальнейшие слова о существующей сегодня ситуации. Я не политик, но считаю, что больше всего политики знают ученые. И ученые, которые непосредственно естествоиспытатели, в том числе статья 49-го года Эйнштейна, которую я хотел вам зачитать. Ну и по кухне я хотел... Сегодня два блюда готовим. Одно с мясом, второе интересное блюдо. Без муки. И такой интересный пирог. Поэтому спасибо за комментарии. Я записал тизер. Если кто-то, посмотрите его. Сделал там небольшую подборку такую. Моя нарезка за это время. 250 рубеж видео прошел. Ну, скажем так. Цель уже поставлена мной. Но не 100 подписчиков, как раньше. Тысяча подписчиков. Да, я хочу до сентября это сделать. Благодаря вам, я надеюсь, это получится реализовать. Ну и, соответственно, выйти на новый уровень. Ну и записывать видео уже строго по арту. Я вчера был на Петроградке. Записывал там и сделал несколько фотографий стрит. Хотя не предполагал. Но настроение увеличилось, улучшилось. Потому что после дождя, который внезапно прошел на Петроградке, вышло солнце. Я там сделал несколько фотографий. Интересная одна в черно-белом варианте. Такой арт со светом. Я бы сказал, топология света, можно так назвать. Ну, я его сейчас пока в группы не размещал. Хотя запрос сделал в Transcendental, да. Ну и в связи с этим вопрос по поводу групп и изменения. Значит, для новичков. Обязательно для новичков, которые хотят сделать первый шаг. До 23 числа существует уникальная возможность вас сделать. Мало того, что первый шаг. Во-вторых, шанс выиграть хорошую, дорогую камеру от Fuji. Впервые я вижу такое условие, когда Flickr ставит конкурс совместно с компанией Fuji. И объявляет конкурс Light of a Day, так называемый. Фотография связана со светом. До 23 числа они будут рассматриваться по всему миру фотографии. Потом будет опубликован список из трех победителей. Я ссылку размещу на эту группу. И вы посмотрите. Ну, понятно, что помойку туда складывать не нужно. Плюс, единственную фотографию за год. Вы можете расположить самую лучшую свою фотографию, которую в этом году сделали. Ну, и, соответственно, участвовать в этом конкурсе и, возможно, победить. Ну, а для некоторых это будет шансом как бы вступить в сообщество Flickr. Это сообщество настоящих профессионалов фотографии. Плюс увидеть развитие, которое сейчас за последнее время во Flickr произошло. А это действительно серьезнейшее развитие. Практически ежедневно, еженедельно выходит несколько видео обучающих по Flickr. По Смагмагу приглашаются ведущие фотографы. Ну, вот, недавно был тоже фотограф. Ну, вообще интересно, посмотрите. Ну, и еще одна новость. Есть такой Джакоб Поэн. Я его очень люблю. Удивительный фотограф черно-белый. Он в прошлом году стал лучшим фотографом по версии Explorer Flickr. У него там 2-3 уходило в месяц. Ну, вот вам 15, что ли, в Explorer попали за год. Он работает в черно-белой технике. В основном снимает стрит. Но стрит уникальнейший абсолютно. Это настоящий арт, и я являюсь поклонником его творчества, так же, как и Cartier Brisson, считая, что это совершенно фантастический фотограф. Поэтому рекомендую, посмотрите его работы. Я оставлю ссылку на Flickr. Сегодня она на втором или на четвертом месте в Explorer. Фотография сразу улетела на 60 тысяч просмотров. Ну, сейчас день еще только начался, да. Ну, в Америке там раньше. Но, тем не менее, 60 она уже набрала. И там, по-моему, около тысячи уже фавов и куча отзывов. Ну, в общем, фотография имеет отношение к нашей реальности, к компании VID, так называемой, да. Ну, как бы, коронавирусу, как угодно назовите. Но факт то, что это действительно гениальная фотографа. Вообще, новостей во Flickr очень много. За эту неделю появилось совершенно новое направление. И изменяется структура. Ну, и вообще. Так что жду от вас комментариев, что вы по поводу этого думаете. Вообще, конечно, наверное, скорее всего, вечером я сегодня проведу трансляцию. Или завтра. Ну, в любом случае, я надеюсь, что вы подпишетесь. Напишите какие-то комментарии. Я благодарен вам за любые комментарии по поводу моего творчества. Ну, и если посмотрите мой короткий трейлер, 6-минутный, может быть, какие-то вопросы у вас возникнут, да. Как я в конце говорил, зачем я этим занимаюсь. Ну, и, может быть, технические какие-то вопросы возникнут. Я думаю, что все будет хорошо. Всем удачи. Увидимся. Пока, Фавионыч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok